Предложение Галактического Млечного Трибуната, посвященного критическому состоянию мерзост, межгалактической разрядки-зарядки восточной части обозримой Вселенной. Первое. Документ для внешнего пользования. Последние исследования показали, что на дне космоса залегают мощнейшие пласты ценнейших звездных пород. Они, как известно, разбросаны крайне неравномерно. Бывает, что одной галактике досталось гораздо больше кладбищ дорогоценной энергии, чем иным. Справедливому распределению энергетического потенциала мешают лоббистские интересы внутригалактических объединений. Напомним, что искусная интеллектенция нашей галактики, то есть Млечно-Путинская ИИ, к сожалению, не участвовала в учреждении Большого Взрыва. Поэтому те силы, которые его произвели в свое время, а правильнее говорить, до время, совершили, на наш взгляд, не только серию протекционистских шагов, но и допустили ряд грубых технических просчетов, что и привело к вышеупомянутым неравномерностям. Стабильность же вселенской конструкции нынешнего четвертого миропорядка обеспечивается консенсусом приливов-отливов Морза, межгалактического океана разряженно-заряженных единиц. В этом смысле нам представляется по-прежнему верным утверждение лидера боковой жреческой платформы еще эпохи третьего миропорядка Мусы-Линни о том, что искусный интеллект любой галактики имеет право на равное использование неравно распределенных потенций. Справедливый доступ к пересчете на единицу и и может быть обеспечен, например, введением в межгалактическое право принципа масштабирования. Дело, однако, осложняется в том числе характером технологической и, в широком смысле, физической оснащенности. А она, в свою очередь, также заметно деформирована в силу исторических завихрений галактических косм. По нашему твердому убеждению, эти диспропорции должны быть устранены, а так называемое регулирование системами так называемой безопасности методом сдержек противовесов упразднено полностью. Твердость и транспарентность нашей позиции никак не противоречат известности нашей галактики, как наделенной уникальными во Вселенной чертами ГЗМД, глубины и загадочности Млечной Души. Что не мешает говорить о ясности этой позиции, в отличие, например, от Туманности и Андромеды. И эта ясность выражается в трех буквах. ДНК. Делиться надо, коллеги. А сами не поделитесь. Можно ведь и ассиметричный ответ получить. Итак, к ископаемым звездным кладбищам должны быть допущены все игроки космического рынка, кроме, разумеется, черных дыр, белых карликов и желтых нейронных пульсаров. Утверждения некоторых крупных игроков, включающие даже прямые оскорбительные намеки на конкурентов, якобы разливающих темную материю в пространстве, никогда не опирались на доказанные факты. А наши доводы о том, что факты неустановимы де-факто в силу искажения времени от момента их излучения до оценочного фикса в масштабе миллионов световых лет, они называют спекулятивной уловкой. Спекулятивной же на самом деле является методика так называемой подлинной оценки в параметрах теневых лет, якобы позволяющей снять отпечаток с якобы подлинного факта. Наша оценка этой методики достаточно понятна, была выражена в заявлении сокращенно хуем. В расшифровке хватит уже ебать мозги. Документ для внутреннего пользования Разработка карьера звезд рентабельна только в местах их скопления. Наши крупнейшие ученые Центра искусственного интеллекта ZEE доказали, однако, что звездная грибница таких тлеющих энергетических скоплений может порождать феномен, известный нам не только из средств КосмоИнфо, а именно как эффект так называемых «рыжих вихрей». Но здесь оценка наших ZEE расходится с мнением их институтов. Мы считаем, что в истории с «рыжими вихрями» пахнет серой, и даже не образно говоря. Эти вихри, как своего рода рудименты ранее упомянутых галактических косм, могут свидетельствовать о присутствии дьявола. Поэтому к работам, связанным со звездными кладбищами, должны привлекаться только группы компетентных духовборцев, оснащенных белым магом. Доказано, что магнетические поля пустого излучения, в просторечии белые плащи, характеризуются гиперабсорбционным потенциалом. Здесь опять, к сожалению, приходится обратить внимание на утверждение некоторых экспертов так называемого наблюдательного контингента ООН, обозревателей окружающего неба, о принадлежности белых плащей к темной матерчатости терра. Голословные утверждения о контактах плащей с терра-материей, как всегда, ничем не прикрыты. Оборзели обозреватели? Постыдились бы, что ли? Многие из них, однако, признают хотя бы, что наши ШИЗО, школы избирательной звезды обработки, располагают уникальными во Вселенной технологиями. Только в наших школах проводятся магические тренинги по работе сборщиков и обработчиков с вышеупомянутыми рыжими вихрями люцифернального излучания. Сборщики звезд. Хорошо подготовленные люди с отбитым нюхательным аппаратом и заточенными мозгами. Заточку и шлифовку они проходят на высших КГБ, курсах глобальной бульдозеристики. Обучение впоследствии руководства бригадами бульдозеристов проводят квалифицированные аппаратчики в спецкостюмах и противогазах, использующие методики серебряный ковшик, майна-вира-тамбо-фьес, а также технику разрушительного ржания ОГОГО. Например, в межсозвездиальном лагере Млечно-Путинского пространственного континуума Озеро-Зеро разработаны технологии забрасывания глубокого невода по прочесыванию галактического дна. В спецтерминологии МРКБ – молочные реки, кисельные берега. На переднем плане здесь не спекулятивная тема сохранения целостности дна, а в первую очередь проблема укрепления берегов. Здесь следует ввести еще более жесткий контроль за несанкционированное использование некоторыми подрядчиками заместителей молока пути, приводящие к повышенной турбулентности млечности на пути. третий документ закрытого пользования Катастрофическая утечка Морзе, мозгового разрядно-зарядного потенциала, приводит не только к острой нехватке ИИ, но и в перспективе к сворачиванию млечно-путинской материи. Песня звездного бульдозериста Если бы парни всех небес вместе отлили гигантский зонный крест, гордился б каждый, кто что в складчину принес, гробкопатили потушить звезд. Парни, парни, что важнее краше, млечный путь сохранность изберечь. Мы возьмем все то, что посчитаем нашим, стать, отжаться, лечь. Мы возьмем все то, что посчитаем нашим, стать, отжаться, лечь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...